Галега лекарственная. В народе ее называют козлятник лекарственный. Время цветения растения июнь-август встречается в южной полосе европейской части России и на Кавказе. Растет по влажным местам на лугах, по берегам рек, балкам и опушкам лесов. Применяемая часть трава и семена. Время сбора. Траву собирают в июне-августе, а семена в сентябре. Химический состав. В Галеге содержатся алкалоиды, сапонины и другие азотсодержащие соединения. В корнях содержатся третерпиноиды, в траве растения были обнаружены алкалоиды, углеводы, пеганин, вазицинон и другие азотсодержащие соединения. Также содержатся дубильные вещества, кемпферол, аскорбиновая кислота, рутин, флавоноиды, кверцетин, каротин, горькие вещества, галлигин, танин, фенолкарбоновые кислоты и их производные. В семенах растения содержатся сахара, стероиды, стахиоза, алкалоиды, сапонины и другие азотсодержащие соединения. Также имеется жирное масло, кислоты, стеариновое, линолевое, линоленовое и пальмитиновое. Растение это сильно ядовитое. Применение в народной медицине. Народная медицина рекомендует использовать галлегу при сахарном диабете, гипотонии, для усиления лактации у кормящих матерей, как патагонные при лихорадках и в качестве мочегонного средства. Для борьбы с глистами готовят отвар из смеси семян и травы козлятника. Спиртовой настои травы галлеги рекомендуют как общеукрепляющее средство, благотворно влияющую на работу сердечной мышцы. Отвар козлятника в сочетании с другими растениями используют наружно для лечения различных кожных заболеваний. Свежим соком растения промывают трофические язвы и воспаленные раны. В гомеопатическом разведении галлега считается не только противодиабетическим средством, но и применяется для лечения геморроя. Внутреннее применение галлеги лекарственной, как ядовитого растения, требует осторожности. Способ применения. Одну чайную ложку сухой травы галлеги настаивать 1 час в одном стакане кипятка, затем процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день.